Губернатор Тверской области провел прием граждан. Жители обращались к главе региона самыми разными наболевшими вопросами. По признанию самих тверичан, правительство Тверской области стало для них последней надеждой в решении, казалось бы, простых жизненных вопросов. С чем обращались жители региона к губернатору, выяснил наш корреспондент. Чтобы решить проблему протекающей крыши, жителям Красного Холма пришлось ехать на прием к главе региона. В многоквартирном двухэтажном доме на улице Мясникова на протяжении четырех лет по стенам сочится вода и стала появляться плесень. Сетуют Елена Максимова и Ольга Цветкова, которые приехали просить помощи от лица жителей многострадального дома. У нас 18 квартир в доме, весь второй этаж. Практически во всех нет ни одной квартиры, в которой бы не протекала крыша. Поэтому люди не могут сделать полноценный ремонт. Есть такие протечки, что просто страшно смотреть на них. Дома 1987 года постройки. Собственники квартир формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. В здании включено реестр домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году. А в 2020 по плану крыша должна быть приведена в порядок. Однако залатать кровлю на местном уровне не получается, рассказали женщины. Сейчас на уровень губернатора принята краткосрочная программа, где включен ремонт нашей крыши. Но опять объявили тендер на 18 число. Опять никакой подрядчик не согласился. Потому что они цену старую поставили. Не то, что обозначил губернатор 2 миллиона 700 тысяч, а поставили 2 миллиона 180 тысяч. И мы надеемся только, что нам Игорь Михайлович поможет. По информации Министерства строительства региона, стоимость работ вместе с утеплением кровли составит порядка 3 миллионов рублей. Игорь Руденни поручил проконтролировать и ускорить процесс ремонта, чтобы жители в преддверии зимы не остались без крыши над головой. Без внимания губернатора не осталось и у домля. Здесь насущной проблемой является центральная магистраль города, проспект Курчатова. По этой улице у нас проходит весь транспорт, на работу отвозят, на Калининскую атомную станцию отвозят людей, работников и на работу, и с работы. И, естественно, и другой транспорт ездит. Она находится в очень плохом состоянии. Денежных средств администрации в Удуме Сковородского округа не хватает для того, чтобы закончить данные работы. Эта дорога муниципальная, это, соответственно, обязанность местной администрации, но при этом жители и граждане наши областные. Поэтому деньги выделили. Контракт, насколько мы проверили, заключен с компанией, которая обслуживает федеральную трассу. Срок у них стоит следующий год. Мы сейчас постараемся, посмотрим, что можно временно сделать, переходный вариант, чтобы на зиму привести минимальный порядок. И, надеюсь, до середины следующего года все это сделать. Почти полтора километра нового асфальта будет уложено на проспекте Курчатова. Удумельскому городскому округу на Капремод дорог выделено в этом году более 40 миллионов рублей. А в 2021 и 2022 году направят по 50 миллионов рублей. Продолжение следует...